Приветствую вас. Знаете, я бы хотел обратить ваше внимание, наверное, в первую очередь, на то, как мне воспринялся ваш текст, как мне воспринялся ваш вопрос. Собственно, есть ощущение, что вы себя жалеете. И это хорошее, по итогу, для вас новость, потому что жалость к себе, она свидетельствует о том, что любить себя вы еще не разрешили. Вам это дается тяжело, безусловно, да, любить себя вам тяжело, но вы не разрешили себя любить. По-прежнему, вы умеете это делать. Точнее, сохранилась у вас эта возможность себя любить. Другой вопрос, что вы это не позволяете, то есть любви вы не позволяете реализовывать как-то больше, чем, ну, чем через те проявления, которые у вас есть. Что это значит? Ну, во-первых, это значит, что те реакции, которые у вас есть, это реакции защиты, желания, чего-то еще. Это вопрос обращения со своими чувствами, вопрос взаимодействия со своими чувствами, взаимодействия со своими эмоциями, переживаниями и так далее. Но всего этого, как мне кажется, вы не видите. Мне кажется, что ключевой момент, который вы как бы отслеживает, это то, что вас нервирует. Это то, что вас нервирует. И в какой-то степень, в какой-то степень, то, что вас нервирует, безусловно болезненно. Болезненно. Безусловно болезненно. И, безусловно, здесь тяжело. Это правда. Но, поскольку, так или иначе, с болезненностью вы будете сталкиваться, так или иначе, то сына научиться обращал. Не обещайте от нее, как вы это делаете сейчас. Сейчас мне кажется, что вы от нее именно что убегаете. Вы убегаете от болезненности, вы убегаете от негатива. Вот. Вы убегаете от этого. Вот. Это не надо. Вот. Нужно учиться обращаться с этим. Вот. Сказать, что это легко, легко, было бы неправда. Было бы неправда и сказать, что это легко. Но это нелегко. Вот. Это нелегко. 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 А. От слова. Совсем. Вот. Эм. Ну, это процесс, которому вам, в принципе, ну, как мне кажется, вполне реально обучиться. Если вы, конечно, этого захотите. Вот. И уметь обращаться с тем, что у вас происходит. Учиться понимать, что с вами происходит. И дальше уже смотреть, как это можно использовать себе. Например, во благо. Да? Допустим. Ну, к примеру. К примеру. Себе во благо. Как это можно использовать. Вот. Это, как один из возможных вариантов. Следующее. Следующее. На что нужно обратить ваше внимание. Ну, значит, вы говорите, что вам некомфортно везде. Потому что везде вы не умеете, скорее всего, себя правильно, точнее не правильно, а вот корректно. Так, чтоб это соответствовало. Вам, вы не умеете себе представить, что называется. Вот. А это очень важный момент. Вы пишите, у меня кризис в отношениях. В какой степени это хорошо? Это значит, что так или иначе вы себя врали, так или иначе вы себя обманывали, так или иначе вы относились к себе, ну, достаточно поверхностно. Вот. А это означает, в свою очередь, что так же поверхностно вы обращались и к партнёру. Вы думаете, что у вас кризис и кризис – это хорошо. Живём в парне четвёртый год. Первый год давался сложнее. Это мне казалось раньше, но на самом деле самый сложный это 2020 год. Понимаете, самое сложное время – это то, когда мы живём здесь и сейчас, и в условиях «здесь и сейчас» принимаем расчеты. Какие-то. Это я к чему? Это я к тому, что вам будет казаться, любой год вам будет казаться сложным. Вот. Потому что сейчас вы своё, ну, свои отношения, выстраивайте. Как бы, будучи живой, вот, а тогда вы выстраивали своё отношение с точки зрения вашей теперешней уже какое-то устоявшееся. Вот. Понимаете? Такая стука. И поэтому вам кажется, что раньше было проще. Это иллюзия. Дальше. Мы перестали друг друга понимать, но кто такие мы для меня большая загадка. Я бы сказал, что, вероятно, у вас есть некоторые сложности с личными границами, потому что, ну, что значит «мы»? вы перестали его понимать. И почему перестали понимать его? Потому что у вас нет больше ресурсов для того, чтобы человека понимать. Почему у вас нет больше ресурсов? Вот в чём вопрос самый главный. Я такой человек, который больше любит сидеть дома. Опять же, вероятно, да. Вероятно, вы действительно любите сидеть дома. Но тогда вам было бы комфортно и у вас не было бы тех проблем, которые вы описывали. Вот. То, что вы описываете, это скорее как вот невозможность психоэмоционально себя защитить. Знаем? То есть, как сказал моя коллега, уязвимый. Но вы не знаете, что с этой уязвимостью делать? Забегая чуть вперёд, хочется сказать, что вы используете выражение «я такой человек». И ещё раз, и я могу с уверенностью сказать, что это попытка объяснить, что с вами происходит. На самом деле, я уверен, что никаких таких людей не бывает. Бывает, что человек, который находится на своём месте, будучи собой, бывает, что человек не находится на своём месте, не является собой. Вот вы именно второй, скорее всего, вариант. Дальше. На вас повлиял расход родителей. Ну, я не знаю, сколько вам лет, вы здесь не пишите, вот, сколько вам лет. Поэтому, я думаю, что, ну поскольку это травма, то, соответственно, нужно здесь вам помочь эту травму прожить, проработать, отпустить. Вот. А она же у вас не проработанная, судя по тому, что, ну, судя по тому, что я вижу, вот, и, как бы, это важный момент. Вот. Дравма, если её не прорабатывать, она будет на вас влиять, ну, как бы, к сожалению, она будет на вас влиять и дальше. И чем дальше, тем она будет, чем это будет происходить, скорее всего, сильнее. Вот. Поэтому, нужно это вам иметь обязательно в виду. Это принципиально важный момент. Да? Понимаете, что я, о чём идёт речь. Дальше. Значит, я впал в депрессию. Ну, если вы впали в депрессию, то нужен диагноз. Потому что депрессия – это психиатрический диагноз, который обращает болезнь, болезнь. Если диагноза у вас нет, извините, можно лишь сказать, что у вас, ну, может быть, депрессивное состояние. Может быть, у вас депрессивное состояние, да. Но не депрессия. Вот. Депрессия – это заболевание. Поэтому давайте не будем здесь, ну, как бы, делать вид с вами, что мы здесь врачи и психиатр. Но, тем не менее, вам было плохо. Я не бросил работу и учёбу. Сидел дома почти год. Наверное, вы хотите сказать, что бросил работу и учёбу. Смотрите. О чём говорит вот тот факт, что вы бросили учёбу и работу. О чём говорит этот факт после работы родителей? О том, что вам это было неинтересно. О том, что вам самой неинтересно то, чем вы занимаетесь. И вы это делали, ну, может быть, не на целых сто процентов. Но вы это делали, там, грубо говоря, для своих родителей. В том числе, например. Вот. И, как бы, возникает вопрос тогда. Возникает вопрос. А что вам интересно тогда? Вот вам, вам, ну, вам самой, что интересно тогда? Вот. Вам самой, что могло бы быть интересно? Понимаете? Какая штука. И вот тут мы подходим к очень интересной, на мой взгляд, детали. А как часто вы выбираете в своей жизни то, что интересно вам? Как вы позволяете влиять своим чувствам и желаниям на то, что вы делаете? Ну вот. И так далее. Это важно? Важно. Позволяете вы этому, как-то вот, ну, быть с вами? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, не позволяете. Ну, мне так, мне так вот кажется, что нет, что вы не позволяете это делать. Вот. Вы привыкли это подавлять. И ваше состояние, ну, я имею ввиду, комфортное состояние ваше, оно зависит от, условно говоря, родителей. Родителей. Дальше. Сидел в доме почти год. В первое время все было нормально, после поиска работы не унижало успеха. Что значит нормально было? Хотелось бы как-то, ну, чтоб вы сказали, что значит норма-нормально это как-то, что-то нормально. Вот. Потому что, ну, нормально бывает разно. Вот. Давайте как-то все-таки немножко стараемся конкретизировать. Это нормально. Нормально это как? Да? Вот. Дальше. Идем. Поиск работы не уничал с успехом. То есть, что вы. Я, вот честно говоря, да, моя гипотеза, она заключается в том, что вы не особо хотели работать. Вот. Ну, мне так, по крайней мере, видится, да? Вот. Вы не особо хотели работать. Мне видится эта история такая, вот мне видится эта история такой, что вам работа, ну, вообще, самой по себе не очень интересна была. Что вы на работу, ну, выбирали, вот, всегда, как-то, вот, больше оперируя какими-то другими факторами, нежели тем, что вам могло бы быть интересным. Тем, что вам могло бы быть, как бы, ну, изжигательно, заправно. Вот. Дальше. Молодой человек меня не поддерживал. У вас были ожидания, что он вас поддерживал. Он этого не сделал. Как бы, что это для вас значит? Что это для вас означает? Что это для вас означает, что он вас не поддерживал? Во многом, я виноват в этом самом. Ну, могу сказать опять по опыту, да, что винить себя, да, и вообще на себя, других людей, винить, 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 себя, ты самый плохой, другие хороший, ну, больно, печально. Если винить других, то ты самый хороший, другие плохие, больно, печально. Поэтому, вот, вина, обвинять кого-то, это вообще, вот, ну, борьба против чего-то, что есть на самом деле, объективно, существует. Дальше. Я виноват сюда, потому что сама я искала, постоянно искала повод этих работ. Видите, вы обвиняете себя за свои желания. Вам чего-то хочется, вы это не очень понимаете, и обвиняете себя за то, что не делаете то, что нужно. Не хочу, а нужно. Вот. В итоге получается, что, как только вам чего-то хочется, вы склонны себя видеть. Ну, неудивительно, что вы чувствуете себя незащищенно, и, как оголенный нерв, по сути, реагируете на любые прикосновения к вашим личным границам, потому что, не умея выражать то, что вам хочется, не умея выражать то, что вам хотелось бы, вот, вы чувствуете постоянные угрозы. Это нормально. И другие люди, самое интересное, что другие люди тоже чувствуют, что они могли бы вам что-то навязать, потому что вы же себя обвините, когда чего-то хотите. Ну, или доводите себя до состояния взрыва, когда взрываетесь и после этого начинаете что-то требовать, как мне кажется, довольно хаотично. Дальше. Во многих местах меня умудрились обмануть или не выплачивать зарплату. Это меня подкосило. А что именно вы имеете в виду подкосило? Я такой человек, у меня трудный характер. Что вы имеете в виду? Трудный характер, опять, вот в контексте той философии и позиции, которая у меня есть, трудный характер, это тогда, когда человек сам с собой борется. Как будто, знаете, как будто в нем тысяча людей тянет что-то одно, да, в разные стороны. Вот такое ощущение. Поэтому для меня вот нет людей с трудным характером. Для меня есть люди, у которых очень много противоречий. И противоречие это нормально. Но противоречие это нормально до известной степени. До известной степени. Дальше. Я люблю чистоту в доме. Хотя холодильник у меня не особо чисто. Это я так к слову. Ну а к слову это к чему? То есть, знаете, вот вы здесь как бы говорите, что я люблю чистоту, да? Но поскольку у меня в холодильнике не особо чисто, то я не имею права на чистоту. А значит, люди имеют право на нее посягать. И я воспринимаю это болезненно, что они на это посягают. Вот. Потому что сама сомневаюсь в правомерности. Того, что... Того, на что я претендую. Вот. Вот. Такая вот история. И... Отсюда... 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 Ну... Ваша... Тревожность... Что ли? По... Ну... По поводу... Того, что... Другие люди... Эээ... Значит... Эээ... Эээ... Ну... Пофигнули на ваши личные границы. Потому что вы... Эээ... Сами... Как будто вы... Снимаетесь в... Эээ... 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 Чувствовать то, что вы чувствуете, например, и это очень показательно, как мне кажется. Дальше. Он постоянно придирается за это. Кто он? Я не особо люблю и за что придирается. Я не особо люблю гостей в любви. Многие его друзья ведут себя не очень хорошо. Все это значит не очень хорошо. То есть как бы, ну, эта оценка не очень хорошо. То, что он не укладывается в вашу концепцию восприятия мира, а по личному ощущению. Ну вот, именно по личному восприятию, что значит не хорошо. Дальше. Я не особо люблю гостей в любви, но я не умею скрывать эмоции. А должны? Если мне что-то не нравится, вполне сразу видно. Знаете, вот я не думаю, что вы не умеете скрывать эмоции. Я думаю, что какие-то эмоции вы безусловно выражаете, но это далеко не те чувства, которые вы испытываете. Поэтому я бы здесь немножечко не торопился, скажем так, с выводами, да, и дал бы себе немножко время это поизучать. Вот. Я знаю, что я во многом поступаю неправильно. Ну, у вас идет вот эта вот история про то, что кто-то, значит, не ведет себя хорошо. Чувак, я могу поступать неправильно, да, то есть очень много у вас здесь оценок, на мой взгляд. Очень много вы подвигаетесь оценки, но если вы посмотрите на вот то, например, допустим, вы ведете себя нехорошо, неправильно. А что это значит? То есть вот что означает, что вы ведете себя неправильно? А вот, что вы хотите в этот момент, а что вы чувствуете в этот момент и так далее? Вы увидите, что там не все так очевидно, на первый взгляд, как может показаться. Поэтому, опять же, я бы здесь на вашем месте не спешил бы, с выводами, я бы на вашем месте здесь не торопился бы на вывод выносить какой-либо вердикт, особенно вот вердикт такого плана, что вот я неправильно поступаю, в этот момент, когда поступаю как-то и когда поступают, ну, там, условно говоря, другие или, вот, там, что-то, достаточно важный такой нюанс, на который вы можете забивать, вот, и в итоге это остается у вас в тюне, да, вот, никакого эффекта, никакого выражения не находят, а, собственно, давить на вас это продолжает, и продолжает давить на вас, скорее всего, достаточно сильно. Вот, дальше. Так, эм, так, эм, так, ну, чувствую себя не в своей тараке, что это значит? Что это значит? Эм, думаю, мама некомфортно достанавливать, живет другими мужчинами, для меня это тоже тяжелый человек, чем тяжелый человек, как это на вас влияет, у них больше не ходят, все-таки они управляют медсинами, они на меня, вот, очень побеждаются за это, и вы чувствуете вину, чувствуете, что вы должны помогать, а вы этого не делаете, вот, и, как бы, что здесь комплектует, с чем-то, как, думаете? А, плюс у них больше я хочу сказать, так, мне нельзя понимать тяжелый, а работа с хозяйством заключается в этом данном чемпе, но вы в это сами как будто бы не верите в то, что вам нельзя понимать тяжелое. Я боюсь за почки друг иногда, с чем это связано, эм, вот, опять же, и как будто где-то в гостях, почему, из-за чего, некомфортно, когда чувствуешь в нашей квартире, из-за чего, мне как бы на местной работе, из-за чего, я не знаю, как бы переселить себя, перестать обучаться на людей, так, а без повода бояться перемен. Вот, для начала, вам нельзя разобраться тем, чего вы хотите, вообще. И не на ту, вот, поверхность формы, а, главное быть, да, на более, на более глубокую, наверное. Вот, потому что, если вы думаете, что вы слойный человек, потому что вам не комфортно, большинство мест, где вы находитесь, то это, ну, эм, мягко говоря, далеко от реальности, вот. А, грубо-грубо говоря, это вообще-вообще, эм, ну, в действительности не соответственно, вот. Я заметил, что вы много, э, довольно многих, много, э, рационализируете, вот. Я заметил, что вы довольно много, э, объясняете, о, превысшими для себя, э, флавами, так или как, я такой человек, не тесёлый. Характер, вот, это тоже, э, такие, знаете, слабежные швачки, которые заменяют, э, собой, э, что-то подходит на самом деле. Ну, вот, это предполагает, что вы, там, какая-то одинаковая, так или, на самом деле, это не, не, не совсем, опять же, так. Вот, поэтому я бы, вот, общую такую психологическую культуру здесь бы отметил, как то, чем необходимо работать, что необходимо развивать. Потому что, ну, в принципе, вот, некое такое, такое более бережное, более дифференцированное, более внимательное отношение к себе, вот. И потихонечку проживая, э, потихонечку развивая, развивая эту историю, можно уже будет, э, потихонечку, э, показывать вам, что, э, психологическая реальность, э, человек, она, э, другая, она совсем другая. Она не такая, какой, какой вы ее видите, вот, и, э, что, че, сейчас вы себя, э, по сути, перетягиваете ремнями, очень сильно, вот. Ну, э, это можно сделать, перестать, но для этого вам нужно встретиться со своими страхами, э, э, так сказать, лицом к лицу, и делать это лучше всего со специалистом. Потому что, ну, вы будете чувствовать себя в безопасности, ну, не сразу, вот. Э, э, ну, то есть вам нужно довериться со специалистом, а это происходит, к сожалению, не сразу, вот. Э, э, так что, выбирайте и начинайте работать. Ну, а я, ну, ну, я хотел бы на этом закончить, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что это было интересно, надеюсь, что, э, мой ответ даст вам, э, э, ресурсы для, э, э, формирования обратной связи, вот, реализация которой и подслужит для начала, э, э, плодотворной работы над собой. Продолжение следует...